11 мая 2014 года при поддержке шахтеров из военторга и пока не закопанных в посадках и не упакованных в цинк бурятов и кадыровцев, русский мир тяжелой поступью провел в Донецке псевдореферендум о том, чтобы Донбассу Путин ввел по самое не могу, в результате чего в регионе была провозглашена так называемая Новороссия. В очередную, уже седьмую годовщину после вакханалии псевдосамостоятельности и распальцовки в духе «бамбас порожняк не гонит», мы бы хотели снова подбить итоги наступления русского мира в регионе и задаться вопросом «получил он, что хотел и выучил ли урок?». Начнем с самого главного – самостоятельности, к которой так стремился регион под лозунгом «Киев-Донецк у не указ». Есть ли сейчас на Донбассе эта пресловутая самостоятельность? Конечно же нет. Русский мир кончил регион окончательно и бесповоротно, повывозив из него все пригодное для Дерибана, оставив только горстку предприятий, которые пытаются изображать из себя работающие анклавы, которые подкармливают остатки голосовавших на референдуме. Рулят на Донбассе далеко не местные, и если при Украине там реально все контролировалось элитами местного разлива, то сейчас местных там курируют чуваки из Ростова и Москвы, так что ни о какой самостоятельности и речи быть не может. Донбассиане реально променяли лояльную к ним киевскую власть на российских упырей и урок, которые особо с местным плебсом не церемонятся. Донбасс кормит всю Украину. Помните этот абсолютно бредовый по своей несостоятельности лозунг, с которым носилась псевдоэлита этого региона, вливая в уши местному народонаселению мантру о своей исключительности. Как по-вашему, спустя семь лет еще остались верующие в эту ахинею товарищи? Никогда Донбасс особо никого не кормил, даже себя с трудом, не говоря уже обо всей Украине. Регион расцветет с приходом братушек-россиян. Еще одна любимая мантра ходивших на референдум. И что семь лет в регионе царит русский мир и братушки-россияне, раз цвел регион, достаточно было взглянуть на парад в День Победобесия в Донецке, чтобы зловония цветущего региона стали понятны не только по одной картинке. Никогда Донецк, а главное люди на его улицах, не выглядели такими обшарпанными и убогими. А этот город, между прочим, всего 9 лет назад принимал футбольные матчи в финальной стадии чемпионата Европы. Донбасс стал просто ярчайшим олицетворением русского мира и главным мотиватором, почему его нельзя пускать в Украину ни при каких раскладах. Некогда богатый регион превратился в ничтожное территориальное образование, заняв место рядом с такими светочами цивилизованного развития, как Абхазия, Приднестровье, Осетия, да чего уж там таить, сама Россия. Самое веселое, что перспективы у Донбасса вообще печальные. Если за последние 7 лет там не произошло ничего внятного, то в дальнейшем это совершенно невероятно, учитывая текущее состояние русского мира в общем значении. Резюмируя, скажем, что Донбасс в конечном итоге снова провалил урок русского мира, поскольку совершенно не покаялся в том, что привел эту заразу к себе домой. Как ни прискорбно, но перманентная нищета, оболваненность и скотское отношение к себе, похоже, устраивают народонаселение региона. Главное, чтобы 9 мая исправно праздновалась, группа Любе лобала на сцене, дешевая водяра и печальная закусь были в ближайшем генделыке, а остальное как-то уже и не важно. Седьмой год русского мира на Донбассе снова показывает Украине, уроки не выучены. Поэтому поражение в правах, миграционная изоляция и жесткая политика реабилитации от галлюцинаций в будущем Донбассу не избежать.